В Комсомольске-на-Амуре к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима приговорены участники преступной группы, которые пытались организовать канал поставки избыта героина на территории Хабаровского края. Деятельность преступников, планирующих доставить и реализовать в городе Комсомольске-на-Амуре крупную партию наркотиков, была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Хабаровскому краю осенью 2015 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором криминального плана являлся 43-летний комсомольчанин Гейдаров, в это время уже отбывающий наказание за незаконный оборот наркотических средств. Находясь в местах заключения, рецидивист с помощью сотовой связи вовлек в преступную деятельность двоих своих знакомых граждан Азербайджана, которые в дальнейшем должны были осуществить приобретение, перевозку и реализацию героина на территории Хабаровского края. В сентябре 2015 года при попытке провоза крупной партии наркотических средств в город Комсомольск-на-Амуре один из поддельников Гейдарова был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В его автомобиле оперативники обнаружили пакет, в котором находилось 106 граммов героина. По оценке специалистов, этого количества хватило бы для приготовления более тысячи разовых доз. Задержанный с партией наркотиков мужчина дал признательные показания и рассказал о преступной схеме, разработанной Гейдаровым. По данному обстоятельству, следственным отделом управления ФСБ России по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Организация незаконного сбыта наркотического средства, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Амурским городским судом Хабаровского края организатор криминального канала признан виновным в совершении преступления. Суд приговорил Гейдарова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Его подельник был осужден двумя месяцами ранее Центральным районным судом города Комсомольска-на-Амуре и приговорен к 5 годам колонии особого режима. Третий участник преступной группы в настоящее время находится в международном розыске. Приговоры вступили в законную силу.